В руки телефон? А точно ли выключили дома утюг? Оказывается, на проблемы с памятью жалуются каждый третий человек в молодом возрасте. С чем это связано? Какие повседневные дела жителей мегаполиса ухудшают память? И в каких случаях нарушение памяти — это признак развития серьёзных болезней? Какие продукты нужно исключить из своего рациона, чтобы сохранить память надолго? И какие, наоборот, важно есть почаще? Какой тест поможет определить, есть ли у вас проблемы с памятью? И что надо делать, чтобы её улучшить и увеличить её резерв? С вами программа «Доктор-24». И сегодня мы снова вас удивим. Отправляемся изучать здоровье большого города. По статистике, у 30% молодых людей есть проблемы с памятью. Они забывают, что хотели сделать, куда шли, кому хотели позвонить. А ведь в молодом возрасте это ненормально. Сейчас вместе с экспертом буду проверять, хорошая ли память у московской молодёжи. А вы проверьте, всё ли в порядке с памятью у вас. Народовская Ольга Андреевна, врач-терапевт, кардиолог, диетолог. Ольга Андреевна, как проверить, хорошая у вас память или плохая? Можно использовать тест, специальный тест-опросник нашего отечественного профессора, доктора медицинских наук и специалиста в области нейродегенеративных заболеваний и нейрохирургии. Он включает в себя 7 вопросов, на которые человек отвечает. И, исходя из них, мы понимаем, какая у память человека есть ли проблемы и красные флажки, которые нам говорят, что так, нужно обратиться к специалисту и что-то с этим делать. Я предлагаю найти москвичей молодых и провести им тест. Давайте. Андрей, мы сегодня разговариваем про память. Как вы думаете, как дела у вас с памятью? Хорошая, плохая, хуже стала? Уже плохо. Плохо? Да, чем хорошо. А сколько вам лет? 18. И уже плохо? Уже плохо, да. А с чем вы это связываете? Почему память стала хуже? Ой, даже не знаю. Мы сейчас проведем вам тест. Если вы наберете от нуля до 7 баллов, значит, с памятью у вас все прекрасно. Если больше 7 баллов, значит, надо обратиться к специалисту и проверить свои когнитивные способности. Итак, какой сейчас год? 2024 год. Супер, прекрасно. Какой сейчас месяц? 20. Октябрь. Сейчас отвечать не нужно, просто запомните имя человека и его адрес. Сергей Иванов, Тула, улица Пушкина, дом 42. Идем дальше. Какой сейчас час примерно? 12.30. Читайте, пожалуйста, от 20 до нуля. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Теперь, пожалуйста, перечислите месяцы в обратном порядке. Декабрь, ноябрь, ноябрь, октябрь, сентябрь, июль, май, март, апрель, февраль. А теперь вспомните имя человека и его адрес. Латуфьев Сергей, город Тула, улица Пушкина, дом 12. А какой был Сергей, Ольга Андреевна? Сергей Иванов, Тула, улица Пушкина, дом 2. Во-первых, посчитали 3, 2, 0, 1. Потом сказали Латуфьев Сергей вместо Иванова Сергея. И с месяцами. В итоге вы набрали 10 баллов. Соответственно, нужно сходить и проверить когнитивные способности. Теперь нужно вспомнить имя человека и его адрес. Сергей Иванов, Тула, улица Пушкина. Дом? Дома не помню. А теперь вспомните имя человека и его адрес. Сергей Иванов, город Тула, улица Пушкина. Цифру не запомню. Или 36 или 27? 42. А, 42. Мы провели тест 10-рым. У четверых оказалась плохая память. Можно это как-то исправить? Безусловно, можно. И такие способы есть. Они подойдут и как для людей, у которых уже есть проблемы с памятью, и для тех, кто хочет расширить свои чертоги памяти, в том числе диапазоны, улучшить свои когнитивные свойства. Поэтому давайте их обсудим. А я передаю слово Маше. Она выясняет, в каких случаях проблемы с памятью – это симптом опасных болезней. Например, депрессии. Знаете ли вы, что у нас, современных молодых людей, память в три раза хуже, чем была у наших родителей в том же возрасте? И оказывается, всему виной могут быть болезни, которые у нас развиваются. Например, если вы стали постоянно все забывать, возможно, у вас есть проблемы с щитовидной железой или сахарный диабет. Чтобы узнать все подробности, я сегодня приехала в клинику памяти психиатрической клинической больницы номер 13. Всё выясню. Терес Раэлян Алексей Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор кафедры, главный врач психиатрической больницы. Так. Алексей Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я сегодня приехала к вам в клинику памяти, и мы находимся в зале, где, я так понимаю, люди с нарушениями памяти делают разные упражнения для того, чтобы их память стала лучше. Доска, на которой я сейчас стою, похожа на такой баланс-борд. Что это вообще такое? Действительно, баланс-борд, который придумал учёный, это Фрэнк Билгау, который придумал, как разгрузить, собственно, головной мозг и переключить основную электрическую пульсацию на мозжечковую систему. Ну, что означает? То есть на систему головного мозга, которая отвечает за баланс в организме. То есть мозг работает по структуре, когда где-то что-то у нас напрягается или возбуждается, то в другом месте оно расслабляется. Я поняла. Ну что ж, вот моя память уже, возможно, немножечко улучшилась. Но, к сожалению, в наше время проблемы с памятью нередко возникают у достаточно молодых людей. И, насколько мне известно, есть болезни, которые приводят именно к нарушению памяти. Одна из популярных болезней современности, и особенно у жителей мегаполисов, это депрессия. Это абсолютно верно. Утверждение о том, что депрессивное расстройство, оно вызывает ухудшение памяти, это однозначно так. То есть депрессия – это означает подавление. То есть кора головного мозга, она вся практически, которая отвечает и за восприятие, ну, это вот лобные доли информации, то есть фиксация, обработка информации и передача в подкорковые структуры. Вот здесь вот. Эти подкорковые структуры, они в основном отвечают за сохранение этой информации и воспроизводство. Когда происходит у людей депрессия, либо астенизация, то повышается отвлекаемость, соответственно, ухудшается память за счёт вот этих вот процессов торможения и отвлекаемости. Астения и депрессия – это одни из причин ухудшения памяти даже в молодом возрасте. А вот сахарный диабет? Я бы сказал, что три основных вещества, так скажем, которые способствуют закупорке микроциркуляторного русла. Это сахар в крови, это алкоголь, ну, вернее, продукты его полураспада, ацетальдегидрогеназа, и соль. Вот все эти вещества, они и задерживают жидкость в организме, и также способствуют закупорке мелких сосудов, то есть микроциркуляторного русла. При продолжительном течении данного заболевания, естественно, конечно же, страдает память. Полезнь щитовидной железы – тоже распространённая история в большом городе. Вы поймите, что щитовидная железа – это относится к многоуровневой гормональной системе, целой регуляции, так сказать, выработки определённых гормонов в нашем организме. И вот эти вот как раз-таки гормоны, они и отвечают за химическую активность в нашей центральной нервной системе. И, соответственно, при гипопаратериозе, когда у нас ярко выражена слабость, человек всё делает через силу, он постоянно сонлив. Это всё приводит к тому, что, опять же, центральная система, нервная наша, она переистощается, при этом ещё и нарушается сон. И, конечно же, при болезнях щитовидной железы нужно в обязательном порядке обращаться к специалистам, эндокринологам, которые будут корректировать выработку тех или иных гормонов. Итак, с болезнями мы разобрались. Но вот а есть ли какие-то привычки у людей, которые тоже провоцируют ухудшение памяти? Вот, например, я, если мало посплю, да, не высплюсь, я на следующий день как-то вот чувствую, что у меня память как у рыбки становится. Вот, влияют ли какие-то наши привычки на память? Да, есть такие привычки. Давайте мы тогда сейчас чуть позже эти привычки и обсудим. А пока Алёна расскажет, какие продукты могут навредить нашей памяти. Мы, жители большого города, иногда забываем даже поесть, потому что живём в бешеном ритме. Но, оказывается, в рационе каждого жителя большого города есть продукты, которые нашу память ухудшают. Эти продукты я найду вместе с экспертом в магазине. А вы проверьте, как часто их едите именно вы. Марина Макиша, врач-диетолог, Национальная ассоциация диетологов и нотрецологов. Марин, привет! Привет! Давай обсудим с тобой продукты, которые ухудшают нашу память, потому что, возможно, мы едим их каждый день и об этом даже не догадываемся. Ну, смотри, в первую очередь, это, конечно, те продукты, которые будут ухудшать состояние сосудов головного мозга. Потому что для того, чтобы мозг работал хорошо и память была крепкой, и мы могли быстро соображать, конечно же, нужна хорошая микроциркуляция, хорошая состояние сосудов. И в первую очередь вред сосудам наносят продукты с высоким содержанием трансжиров. А обычно это различные фастфуды, всё, что жарится во фритюре, всё, что жарится достаточно долго в большом количестве масла. Всё это источники трансжиров, которые не только приводят к нарушению обмена жиров в организме, к выработке в большем количестве плохого холестерина, это ещё вредит здоровью сосудов. Ну и, соответственно, плохие сосуды, плохая память. Поэтому эти продукты мы из своего питания стараемся максимально убрать. И, кстати, вторая группа продуктов, которая тоже на самом деле на мозг влияет неблагоприятно, это, конечно, продукты, которые содержат много добавленного сахара. Потому что, смотри, с одной стороны, многие знают, что глюкоза нужна для работы мозга. И поэтому считают, что для того, чтобы была лучше память, и чтобы лучше работала голова, нужно съесть что-то сладенькое. Но у этих продуктов, наоборот, обратный эффект. Потому что большое количество глюкозы, если она попадает в наш организм одномоментно, не может нормально усваиваться нашими клетками. И, соответственно, эта глюкоза перерабатывается уже другим путём. И в результате этой переработки образуется большое количество оксидантов. Вот эти оксиданты, они повреждают практически все клетки нашего организма. Да, да, да. И, соответственно, клетки мозга в том числе. И поэтому люди, которые едят много сладкого, проводили исследование, тоже доказано, что у них хуже когнитивные функции мозга реализуются. То есть это люди, которые часто что-то забывают. Бывает сложно сфокусироваться. Вот такое ощущение, что голова плохо соображает. Это от избытка сладкого. Поэтому если вы съедаете одну-две конфеты в день, ну, грубо говоря, там, до 50 граммов сахаров в день, то это, в общем-то, нормально. А если количество сахара превышает эти нормативы, то, соответственно, вы постоянно вот этими продуктами окисления глюкозы, лишней в организме, разрушаете, по сути, свой мозг. Марина, есть продукты, которые, наоборот, помогут память укрепить, концентрацию внимания повысить? Ну, конечно. Пойдём сейчас их найдём. Пока мы ищем продукты для памяти, я передаю слово Маше. Она выясняет, какие привычки жителей большого города ухудшают память. Мы уже выяснили, что память может ухудшаться из-за болезней. Например, из-за депрессии или проблем с щитовидной железой. Но, оказывается, у многих молодых людей есть привычки, которые тоже снижают память. Из-за чего мы хуже работаем, учимся и постоянно всё забываем. Я сейчас узнаю, что это за привычки, а вы проверьте, есть ли они именно у вас. Алексей Юрьевич, мы продолжаем наш разговор про память и начали говорить про то, что у многих людей есть какие-то привычки, которые, собственно говоря, как-то нашу память ухудшают. Я заявила про то, что я плохо всё помню и всё забываю, когда мало сплю. Вот как действительно наш сон влияет на нашу память? Естественно, прослеживается напрямую связь между нарушениями памяти и сном. Почему? Потому что во время сна восстанавливаются все механизмы, которые мы растрачиваем за целый день. И та перегруженность корковых структур нашего головного мозга, она, конечно же, во время сна отдыхает. И вот это очень важно понимать, что все виды нарушения сна практически, они как раз-таки приводят и замыкают человека со всеми так называемыми дурными привычками, они замыкают вот этот самый порочный круг. То есть человек, получается, не высыпается, его центральная нервная система переистощается. При этом нарушение памяти мы наблюдаем как симптом. Следим за качеством сна, чтобы память у нас не нарушалась. Я прочитала, что есть такое понятие, как цифровая амнезия, то есть снижение памяти из-за чрезмерного использования гаджета. Почему наши гаджеты, особенно игровую форму увлечения нашими гаджетами, называют современным технократическим злом? Потому что они составляют некую такую микромодель нашей жизни. Особенно это вредит нашим подросткам, молодежи, в том плане, что вот эта вот модель, которой они замещают, например, знакомство или интеграцию в обществе, в обычных условиях, и переживать те эмоции, которые они, по идее, в жизни должны переживать, у них это все переживается утрированно и вызывает безумный, естественный и колоссальный интерес к той или иной информации, которую они проигрывают в играх или же взрослые люди черпают из социальных сетей. И вся эта информация, которая, ну, прям не знаю, насколько она нужна, в быту. Ну, я от нее вот тоже поняла, что стала уставать. Да, совершенно правильно. Она, конечно же, перегружает нашу центральную нервную систему. В свою очередь, это все заводит вот тот самый порочный круг, о котором мы с вами говорили. Ну что же, мы вот обсудили какие-то основные вот эти вот, как сказать, привычки горожан, которые ведут к ухудшению памяти. Спасибо вам большое за очень интересный рассказ. Благодарю вас, Мария, хорошей памяти и замечательного настроения. А какие упражнения помогут улучшить память и даже увеличить ее резерв? Об этом прямо сейчас расскажет Юлик. Как улучшить память? Этим вопросом задаются многие люди. И оказывается, есть несколько особенных упражнений, которые мы с вами можем применять каждый день. Причем они полезны и тем, кто часто все забывает, и тем, у кого пока что память в порядке. Сейчас все узнаю у нашего эксперта. Ольга Андреевна, существуют ли какие-то способы, чтобы улучшить нашу память и увеличить ее резерв? Ну, конечно же, существуют. Можно делать привычные дела, но по-новому. Например, завязать шнурки с закрытыми глазами или одной рукой попробовать. Печатать сообщения на смартфоне другой рукой, например, если вы печатаете обычно двумя или правой, если вы правша, то попытаться левой. Открывать дверь другой рукой, ну и так далее. В общем, просто нагружать свой мозг чем-то новым, какими-то новыми непривычными действиями. Как это работает? Тогда, когда мы начинаем делать что-то новое по-другому к тому, к чему мозг не привык, еще не протоптал нейронные сети, скажем так, то мозг начинает активно работать и, соответственно, создавать новые нейронные сети. Это очень полезно для нашего мозга в целом, ну и в частности для памяти. Хорошо, с этим разобрались. Делаем все с закрытыми глазами и левой рукой. Правую больше никогда не используем. Что еще? Тренировать свой мозг каким образом? Ну, например, ну, конечно же, это шахматы. Если вы еще не умеете играть, то это отличный повод научиться это делать. Замечательная игра, которая действительно очень хорошо тренирует наш мозг. А заучивая стихотворение, ну, это классика, но она действительно работающая. Ну, конечно же, заниматься физической культурой и спортом. Если с шахматами и стихотворениями понятно, мозг начинает работать, то как работает физкультура? Ну, во-первых, например, если вы занимаетесь танцами, то это новая координация, это запоминание новых движений. Но есть еще и другая составляющая. Это просто приток большего количества крови, обогащенный кислородом к нашему мозгу. Кроме этого, это еще индуцирует выработку гормона роста. И этот гормон роста будет способствовать тому, что новые нейронные сети будут появляться, будут появляться новые клеточки головного мозга. Ольга Андреевна, спасибо большое за интересную познавательную беседу. Спасибо вам. А я передаю слово Алене. Она расскажет, какие продукты надо есть чаще, чтобы помнить абсолютно все. Чтобы запомнить этот прекрасный день, нужно не только сделать несколько фоточек, но и добавить в свой рацион особенные продукты. Доказано, что если вы будете есть их чаще, то ваша память будет отличной до самой старости. Что это за продукты, выясню прямо сейчас вместе с экспертом. Итак, Марин, сейчас мы будем работать на опережение. Будем улучшать нашу память. Какие продукты мы возьмем? Ну, пойдем в отдел, где продают рыбу, потому что нам нужна именно морская рыба, которая является хорошим источником омега-3 и плюс ко всему витамина D. Мы уже говорили о том, что для хорошей работы мозга и для памяти в том числе нужны хорошие сосуды. И вот как показывают исследования, именно омега-3 – это те ненасыщенные жирные кислоты, которые помогают нам сохранять здоровье сосудов, их эластичность достаточно долго, в хорошем состоянии. То есть это очень важный питательный компонент именно для сосудов. И, соответственно, витамин D тоже нам необходим, потому что, как показали исследования, витамин D так или иначе находится практически во всех клетках головного мозга. И, соответственно, те отделы, которые отвечают за память, тоже содержат клетки, внутри которых находится витамин D. Поэтому вот морская рыба 300 граммов в неделю – это очень важный лайфхак для всех, потому что это количество рыбы уже обеспечивает нас достаточно такой хорошей порцией и омега-3, и витамина D. Вот можно выбирать всё, что тебе нравится по вкусу. Лосось, горбуша, скумбрия – вот любой вариант, который радует глаз. Я возьму лосось. А вот я хотела спросить про шоколад, потому что вот мы уже говорили с тобой в первой части рубрики, что все хотят съесть что-нибудь сладкое. Но ведь рекомендуют, что горький шоколад нужно есть, что он полезен. Для памяти-то он будет полезен? Ну, чёрный шоколад содержит в своём составе какао, и в этом его ценность. А вот какао сам по себе – это такой очень полезный для нашего организма и для мозга в том числе продукт, потому что он стимулирует, с одной стороны, мозговую деятельность, там есть некоторые такие соединения. Плюс ко всему способствуют выработке определённых нейромедиаторов, которые помогают лучше передавать сигналы от одного отдела мозга к другому. Есть небольшое количество магния, и поэтому 20 граммов чёрного шоколада можно включать в свой рацион, в том числе для мозга. Вот если вы хотите действительно уже как-то себя поддержать, выпить чашечку кофе, пускай она будет не пятая, пускай она будет первая или вторая, с небольшим кусочком чёрного шоколада. В его составе есть, кроме того, полифенольные соединения, и они защищают мозг от процессов старения. А, соответственно, это помогает сохранять память. Марина, спасибо тебе огромное за консультацию. Питайтесь правильно и будьте здоровы. Надеюсь, вы запомнили все правила, о которых мы сегодня рассказали, чтобы память у вас была в порядке. Берегите себя. Это была программа «Доктор-24». «Доктор-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова